У нас тут красивый ван тапчик залетел от электроника. Друзья, если вы хотите стрелять как электроник, обязательно разминайтесь на серверах Cybershock'а. Сейчас мы находимся в Грузии, город Тбилиси. И я здесь уже месяц, это моя контрольная точка. Я пробыл уже в Украине три месяца, и наконец-то... Сейчас я могу выбрать другую локацию. По Украине. Могу сказать вам респект. Мне очень понравилось. То есть, если у меня будут какие-то мысли куда-то переехать, я перееду 100% в Киев. Очень классный город. Там мне больше всего понравилось количество общения, количество людей, которые чем-то заняты. То есть, реально молодежный перспективный город. Круто. Правда, круто. Я больше такого еще нигде не замечал. У меня там реально была встреча на встрече. Общение на общение. Машины на машине. То есть, все вдвижим. Реально вдвижим. Здесь, в Грузии, с этим проще. Здесь чилить нужно. Здесь нужно кушать и чилить. Вот. Как-то так. Если что, новая страна уже выбрана. Я не могу вам сказать, какая именно. Потому что еще на 95% я уверен. 5% может быть что-то пойти не так. Но это страна, где я уже был. Поэтому, я думаю, вариантов мало. Но, возможно, я туда перееду. Что было на границе, когда пытался поехать на мажор? Как проходило возвращение? Да, это, наверное, топ-2 в моих очень неприятных событиях. Первое событие это было пропуск концерта Макса Коржа в Одессе. Я очень до сих пор жалею о том, что так произошло. Нужно было поехать. Но почему-то как-то нагло и пожмотски я посчитал, что билеты в Одессу 15 тысяч рублей стоят очень дорого. Именно под концерты они сделали их выше. И я не поехал. Я настолько сейчас жалею о том, что зачем? Зачем? А вторая ситуация это пропуск мажора. Господи. Я хотел туда полететь уже 5 лет. Серьезно. Как только я начал грозить КС, я знал, что я полечу на мажор. И я уже купил билеты. Я купил отель. Ой, забронировал. Еще не настолько, если я в шаг вырос. Я сделал все от начала до конца. Даже оператору уже почти билеты купил. И в Грузии, оказывается, есть такой закон. Поехать в Швецию нельзя. Потому что тут красная зона ковида. Все очень плохо здесь с коронавирусом. И поэтому Грузия закрыта. Ладно. Может быть, у меня получится по работе полететь туда. Написал ПДЖЛ. Они мне присылают письмо. Прямо с приглашением. Эрик, вот твое имя. Мы тебя приглашаем на работу. Поснимать контент. Я на них сработал. Я честно. Я так хотел. У меня уже был список всего того, что я должен был там записать. У меня каждый день были либо записи. Каждый день бы это публиковалось. Но все пошло не так. Был тит. Остается сейчас. Но я знаю, что скоро будет еще один мажор. И там уже, если я не буду, ну все. Можно заходить в настройки канала и удалять его. Если я не смогу это записать. Честно. Столько контента. За кого болел на мажоре? Понятное дело, это команда из СНГ. Либо Gambit, либо Na'Vi. Virtus.pro, кстати, очень большие красавчики. Не повезло моментами. Spirit тоже не повезло. Но все-таки надо еще подкачать некоторые моменты. Но у Virtus.pro были шансы пройти героик. Но что-то пошло не так. В целом, мажор был СНГшным. Вообще весь год это СНГ. Все выигрывает подряд. Классно. Очень классно. Сами понимаете, чем больше выигрывает СНГ, тем больше растем мы. Тем больше растет этот канал. Тем больше растет киберспорт. И вообще в целом. СНГ просто радует постоянно. Если говорить про победу на мажоре, понятное дело, если бы выиграли бы Na'Vi, мы все бы понимали, что там будет пик зрителей. Как и получилось, этот мажор смотрело 2,5 миллиона человек по всему миру. Это примерно столько же, сколько International. Ну а если бы выиграли бы Gambit, мы бы были бы рады, потому что он бы на сцене сказал бы про нас. Это двухсторонняя такая ситуация. Мы были бы рады и Na'Vi, и Gambit. Понятное дело, получилось то, как получилось, и это реально классный результат. Наконец-то Simple, Na'Vi забрали этот мажор, и теперь он может спокойно уходить в Валорант. Был прирост от рекламы на мажоре. Это следующий вопрос, но на который я отвечу не в этой локации. Если говорить про мажор, то это реально была одна из мечт. Представляете, главный турнир этих последних двух лет. Турнир, где Na'Vi стали чемпионами. И ты там являешься гребанным спонсором. Конечно, это только на русской трансляции. Мы еще не готовы брать это на европейскую, на англоязычную. Но в целом это уже очень классно. Я не могу вам сказать так, что мы увидели разницу в цифрах сразу же. Это, понятное дело, не идея для окупа. То есть тут нужно про это забыть. Это дело в бренде. Мы это купили, чтобы про нас бы рассказали. Чтобы вы бы узнали, кто мы такие. Ну и мне кажется, эта задача была выполнена на 100%. Эффект, когда я задумывался о том, что мы можем стать спонсорами, был максимально-максимально диким. Но когда мы это уже сделали, эффект потерялся. Ну это, наверное, всегда так, со всеми вещами. К сожалению. И после покупки этой машины теряется эффект. И после дрифта сразу теряется эффект. Мы все такие люди. Нужно больше, нужно больше и больше постоянно. Почему Собиршок на мажоре озвучил не ты? Это странный вопрос, потому что надо было смотреть все матчи. Мы сделали разовую акцию. И перед одним матчем была реклама моим голосом, которую мы записали специально для этого мажора. Вот она. Хотите сразиться с другом один на один и понять, кто стреляет лучше? Зайди на Собиршок. Выбери режим Дойлс. Подбери нужную себе локацию по пингу. Выбери карту и скопируй IP. Кидай его другу и заходите на сервер. Нажмите на G. Найдите игрока, которого вызвать на дуэль. Выберите оружие и количество раундов до победы. В каждом раунде вы спамитесь в рандомных игровых ситуациях, где решается не только ваша стрельба, но и движение на карте. Приятной тренировки и игры на Собиршок. Если говорить про результаты этой рекламы, то она сработала. Прибавилось плюс 100 человек онлайн на этом режиме сразу же. Это круто, это работает. И эксперимент был рабочий. Пересматривая свои старые видео, повторения в акмоментах, лайфхаки, ты больше скучаешь или кринжуешь. Стопроцентный ответ кринжую. Мне это не нравится. Мне это не нравилось, наверное, в какой-то момент. Но просто какие-то моменты, какие-то ситуации заставляют это делать. Потому что если я бы не снимал то, что я снимал, я бы тут не стоял бы. Но как минимум, есть какая-то фишка. У нас получился мувик со всех моментов, которые у нас были. Он сейчас у вас на экране. Да, понятное дело, ошибок много. Кто-то неправильно двигался, где-то неправильно стрелял. Но как минимум, это выглядит красиво. И плюс эта идея, возможно, подвигла создать ту карту, которую вы уже все видели. Это повторение моментов на кэше. В общем, я, конечно, кринжуюсь того, что было, но это нужно было сделать, и это дало большие плоды. А спонсор этой машины – это сайт GigiDrop. Сейчас там появилась новая акция «Гамбитомания». И за каждый рубль, который вы тратите на проекте, вы можете открывать еще сверху новые кейсы, которые связаны с командой «Гамбит». А как вы знаете, GigiDrop – это сейчас спонсор команды «Гамбит». Ну, а также на сайте появились новые кейсы, которые прямо сейчас у вас на экране. Их можно открывать, опять же, если вы в обороте поднимаете какую-то сумму. GigiDrop убрал барабан бонусов, и весь окуп, который мог бы быть там, они перенесли в кейсы. Ну, а в описании вы найдете специальный промокод, который я выпрошу специально у GigiDrop. Они об этом еще не в курсе. 50% к депозиту. Это большие, на самом деле, расходы плюс-минус. Поэтому активации будут ограничены. Ссылочки есть все в описании. Ну, а мы продолжаем. Следующий вопрос про клуб в Армении. Он находится в центре, если ты спрашиваешь, где он. Понятное дело, я должен был его опубликовать уже. Но такое тоже бывает. Мы записали ролик с этим клубом, пересмотрели материал. Где-то завален горизонт, где-то тупая информация бесполезная, где-то ее не хватает. Короче, впервые за 5 лет мы удалили материал. Слушай, бро, у тебя камеры криво стоят. Я надеюсь, что я успею долететь до Армении, перезаписать его и его опубликовать. То есть в какой-то момент уже начался эффект того, что нельзя публиковать какашку. Надо постараться и сделать более профессионально и аккуратно. Но клуб в Армении, который мы записывали, ожидайте. Отвечаю прям хорошо, прям очень хорошо. Поиграл и покайфовал. Будет ли режим на Сабиршоке, чтобы тренировать префы вместе с другом, например? Насчет того, что префы и с другом это все объединяет один режим, которого еще нет. На днях будут тесты, и совсем скоро вы его увидите. Могу сказать так. Все, что ты написал в этом сообщении, это и есть спойлер этого режима. Не буду я называть его, но он уже публикуется, и это будет уже 28-м режимом. Уже вроде 4 месяца, либо 5 не было новых. Пришло время. Эрик, в одном из прошлых видео ты говорил, что Сабиршок был сделан на 5-10% от того, что ты видишь. А на сколько процентов Сабиршок выполнен для тебя сейчас? Если раньше было 5-10%, а точнее 10%, сейчас процентов 12%. По сути, за эти полгода мы только улучшали работоспособность наших серверов, которые сейчас активны. Но ничего прям радикально нового у нас не было. А в эти проценты, приближенные к 100%, они еще не оправдали себя. Нам нужно время, и поэтому пока что все так же около 15-10%. Еще очень много чего может реализовать Сабиршок. Он очень-очень масштабным может стать в ближайшее время. Ну а сейчас пока серверов в CSGO. Кстати, это локация, где мы сейчас находимся. Легендарная BMW Azimov. Это та самая машина, которая захайпила. И мы снимали здесь третью серию, завершающую. Здесь была встреча с подписчиками. И на месте этой машины стояла Azimov E39, в которую я... Когда уже перестанешь переезжать? Я надеюсь, что никогда, потому что переезжать это круто, переезжать это интересно. И это дает большие плоды в познании этого гребаного мира. Поэтому хотелось бы как можно чаще это делать. Раз в три месяца, раз в два месяца жить в другой стране. Это интересно. Но главное найти контрольную точку, где ты будешь останавливаться. Я еще не выбрал эту точку. Какие планы на будущее? Планы очень интересные. Как вы знаете, я каждый месяц записываю, что я должен снять. И в итоге все это снимаю. Зачеркиваю то, что уже получилось. Сейчас у вас будет на экране список того, что я должен был записать в Украине. А в скобочках написано то количество просмотров, которые я ожидал увидеть. Вы можете зайти и пострелить, насколько они оправдались. И сейчас я готов показать вам новый список роликов, которые вас ожидают в течение следующих двух месяцев. Мне кажется, это классная практика. И меня мотивирует делать. И вы знаете, что вас ждет. Что думаешь про своего мемодела Бахтина? Так, это же легендарный человек. Посмотрите на его прекрасные луки. Он много чего пробует. Он себя найдет рано или поздно. Респект, Макс. Каково развивать проект? Быстро ли это медленно? Какие были сложности с проектом? Вопрос интересный. Вообще создание такого проекта, я вам скажу честно, это очень сложно. Это реально на уровне открыть что-то в оффлайне. То есть онлайн намного проще делать. Но некоторые моменты, вот именно количество режимов, количество людей, количество модераторов, количество вопросов, которые нужно закрывать. CyberShock это очень сложный проект. Это может подтвердить любой человек, который держит проект хоть из пяти серверов. Пять серверов держать сложно. А когда их 1200, тут, понятное дело, ответ напрашивается сам. После добавления операции в игру актив в CyberShock упал? Да. Когда у нас вышли миссии, прошло еще вроде три недели и вышла операция в CSGO. Если учитывать проценты, то наш актив упал на процентов 10-15. Ну потому что одно и то же, по сути, Valve опубликовали не в то время, которое нужно, но в целом их операция скоро закончится. Поэтому у нас есть полгода свободных радовать своих игроков. Почти год назад я тебе в Дискорде пролагал множество режимов. Из них пока что вышел только один. Это зомби. Ждатели других режимов, как захват флага, пушки, лазеры, гангейм. Один из этих вариантов, которые ты перечислил, уже делается. Поэтому погадай, подумай, что же это может быть. А тогда ты почти попал в точку. Почему так мало казахских серверов на Дисматче? Если что, это все делается от спроса. Если нет спроса, мы этого не делаем. Если меня смотрят люди из Казахстана и хотят играть на серверах алматинских с нормальным пингом, они это пишут и мы это делаем. Спроса не было. Люди об этом не писали, поэтому мы это не делали. Зато мы сделали очень много серверов в Москве, потому что спрос есть. То есть это все очень просто работает. Все очень просто. Что там с фильмом про Input Lag? Я дико извиняюсь. Я очень сильно извиняюсь за его задержку. Правда, хочу его записать быстрее. Но трудно собраться с мыслями, трудно сесть и делать его. Но я, как и думал, как и сделаю, он будет. Ожидайте. Хочу сразу сказать. Не ожидайте, что я скажу вам решение Input Lag. Его нет. Это фильм про Input Lag, не про решение этой проблемы. Когда следующий турнир? Следующий турнир я проведу в Питере. Все. На этом я заканчиваю. У нас большие планы. И этот ролик это как завершение главы. Я рассказал все, что планируется, все, что мы уже сделали. И теперь вы обо всем в курсе. Посмотрим, как будет начинаться следующая глава. О чем будет сюжет. О чем будет самая главная мысль. Сегодня это было в присутствии на мажоре. С вами был я, Эрик Шоков. Не забудьте подписаться на канал, если вы тут впервые. А я пошел осуществлять то, о чем говорил в этом ролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok